Здравствуйте, уважаемые коллеги и слушатели! Сегодня на нашем семинаре выступает Андреева Анна Аркадьевна из Московского физико-технического института МПТИ с докладом «Анализ точных математических моделей свертывания крови численными методами». И Анна Аркадьевна представляет нам свою кандидатскую диссертацию. Пожалуйста, Анна Аркадьевна, можете начинать. Добрый день! Значит, тема уже была озвучена. Давайте я начну с постановки задачи. Значит, в работе были исследованы точечные математические модели системы свертывания крови. Вот здесь вот представлена схема, где показаны реакции, происходящие при свертывании крови. Собственно, снизу написана ссылка на работу, где эта схема была опубликована. Значит, точечные математические модели свертывания крови представляют собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Система, собственно, переменные системы – это у нас вещества или там тромбоциты, которые участвуют в химических реакциях. И также есть набор, для каждой модели есть набор параметров. Параметры – это кинетические константы скоростей реакции, константы, ментоновские константы или, например, сайты связывания с мембранами. Под мембранами я здесь подразумеваю липидные мембраны, тромбоцитарные мембраны. Значит, для точечных математических моделей считается, что все реакции в каждой точке нашего исследуемого пространства происходят одинаково. И все концентрации тоже одинаковые. Поэтому, собственно, у нас получается система обыкновенных дифференциальных уравнений. Значит, по математическим моделям свертывания крови можно проводить различные исследования. Например, здесь написано «анализ чувствительности». Анализ чувствительности – это, собственно, чувствительность решения нашей системы обыкновенных дифференциальных уравнений к значениям параметров. Так как у нас параметров очень много, и многие из них плохо измерены, то есть их погрешность может достигать нескольких порядков, то может возникать вопрос, какие из параметров наибольшим образом влияют на решение системы. Это достаточно важно, потому что хотелось бы, чтобы решение все-таки наибольшим образом соответствовало эксперименту. И проведение анализа чувствительности может, например, играть роль для планирования различных экспериментов по измерению константа. Также анализ чувствительности может подтверждать или опровергать некоторые гипотезы. Об этом я расскажу несколько позднее. Кроме того, как я уже сказала, многие параметры известны с низкой точностью, поэтому может возникать задача уточнения параметров, так как у нас эта задача может решаться не только экспериментально, но и численно. Давайте сначала я расскажу про численные методы, которыми, собственно, поставленные задачи решались. Для решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений был использован метод КРОСС. Он является одностадийным методом Розенброка и устойчив для жестких систем. Здесь надо сказать, что система обыкновенных дифференциальных уравнений, которые описывают систему свертывания крови, является жесткими, так как химические реакции происходят с разными скоростями. Вот здесь у меня выписаны формулы метода. Это, соответственно, у нас единичная матрица, матрица ЕКОБИ, шаг по времени. Вот это функция. Таким образом у нас получается система линейных уравнений с комплексными коэффициентами. Ну и дальше, чтобы получить решение нашей системы обыкновенных дифференциальных уравнений в следующей точке, мы берем действительную часть вот этого вектора В и по вот этой формуле получаем наше решение. Метод обладает следующими характеристиками. Он монотонный, имеет рекордную L2 устойчивость и второй порядок аппроксимации. Кроме того, можно сказать, что метод хорош тем, что действительно здесь мы решаем систему линейных уравнений, в то время как многие другие методы, устойчивые для жестких систем, требуют решения нелинейных систем уравнений, что значительно сложнее. Далее перейдем к методу анализа чувствительности. Как я уже говорила, анализ чувствительности говорит о том, насколько у нас сильно решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений зависит от значения того или иного параметра. Значит, вот у нас исходная система обыкновенных дифференциальных уравнений. Здесь Y – это наши искомые концентрации. Лямбда – это набор параметров. Радифференцируем по параметру, сделаем замену переменных и получаем вот такую вот систему в вариациях. Если мы решим нашу систему в вариациях, у нас получится, что функция чувствительности будет, собственно, решение системы в вариациях, домноженное на соответствующую константу и деленное на решение исходной системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Это у нас будет безразмерной функцией чувствительности. Чем больше функция чувствительности по модулю, тем сильнее решение системы будет зависеть от значения параметра. Можно ли задавать вам вопросы по ходу доклада? Да, конечно. Вот здесь вопрос. Мы дифференцируем по каждому лямбда. То есть лямбда – это все возможные параметры, входящие в систему. Смотрите, мы выбираем тот параметр, для которого нам интересно провести анализ чувствительности. То есть если мы хотим провести, допустим, для одной переменной, мы будем дифференцировать по одной переменной. То есть здесь вот эти вот уравнения, они получаются, что для каждой лямбды у нас будет своя собственная система. То есть они никак друг с другом не связаны. То есть каждая функция чувствительности будет для конкретного параметра. То есть у нас есть система уравнений, туда может входить много параметров. Мы выбираем, например, один параметр, дифференцируем по нему систему, получаем функцию чувствительности для этого параметра. Если нам требуется узнать по-другому, нужно проделать все то же самое для другого параметра. Да, да, именно так. Все правильно. Спасибо. А еще вопрос, пожалуйста. Вот в правой части у вас стоит FOT. Ведь эти все автономные системы. Да, да, здесь, конечно, с автономной, но, скажем так, здесь T написано для того, чтобы, ну, анализ чувствительности здесь записан в общем виде. То есть понятно, что действительно для наших задач у нас система будет автономной, но в случае, если бы у нас система была не автономной, тот же метод, он может быть использован и для другой задачи. То есть он достаточно универсальный. А появится тогда еще какое-то слагаемое здесь или нет? Нет. Если это T будет в правой части? Да нет, не должно появляться. У вас Y это функция лямбда, поэтому стоит производная по Y и по дылямбда. А T это независимый переметр, да, поэтому производная не будет. Нет, от T здесь ничего не будет. То есть здесь Y действительно будет зависеть от T, но лямбда от T оно никак не зависит. То есть здесь все аналогично получится в любом случае. Спасибо. Так, теперь я, собственно, расскажу про оптимизацию параметров. То есть если мы, допустим, на основе анализа чувствительности поняли, что значение какого-то параметра для нас особенно важно, или же мы знаем, что некоторые параметры у нас очень известны с малой точностью, то мы можем попытаться оптимизировать параметры, чтобы у нас наше решение системы наилучшим образом соответствовало с экспериментальным данным. Значит, тогда построим функционал. Здесь у нас вот это вот у нас экспериментальные данные, а вот это у нас численное значение, которое, собственно, зависит от нашего текущего набора параметров. Вот здесь вот важно то, что написано T и T, то есть вот эти вот все значения Y, они берутся в конкретные точки по времени. То есть если у нас экспериментальные данные, даны там, допустим, до времени 1 минута, то, соответственно, численное значение тоже берем для времени 1 минута. То есть берем в одних и тех же временных точках. У нас возникает задача минимизации нашего функционала. То есть нам хочется подобрать такой набор параметров, чтобы у нас было наилучшее соответствие экспериментальным данным. Значит, построим вот такой вот итерационный процесс. А здесь вот это вот у нас антиградиент функционала. Когда мы его вычисляем, здесь также возникает производное решение по нашим параметрам. Это для того, чтобы ее найти, надо точно так же, как и для метода анализа чувствительности, решать систему в вариациях. Таким образом, у нас получается, что оба методы имеют одинаковую основу, они оба основаны на решении системы в вариациях. Далее. Вот это вот h, это у нас, оно может выбираться по-разному. Если в качестве ашката мы возьмем матрицу, обратную матрицу Гейса, то у нас получится метод Ньютона. Однако задача численного дифференцирования некорректна, поэтому у нас, если мы будем честно использовать метод Ньютона, у нас получится большая погрешность. Таким образом, нам бы хотелось каким-то образом приблизить матрицу Гейса, и возникает класс методов, которые называются квазиньютоновскими. В данном случае мы использовали метод Бройдена. Вот ашката у нас выбирается вот таким вот образом, вот здесь вот приведены формулы. Но так как это не является оригинальным методом, он описан в большом количестве литературы, то, наверное, я подробно про формулу рассказывать не буду. Собственно, какие есть преимущества и недостатки у квазиньютоновского метода Бройдена? Во-первых, он не требует вычисления матрицы Гейса. Во-вторых, у него сверхлинейная скорость сходимости. К его минусам относится сильная зависимость от начального приближения. То есть в ходе решения, естественно, первым вариантом начального приближения наших параметров имеет смысл брать известные из литературы. Но в случае, если у нас метод не сойдется, тогда придется брать какие-то другие начальные приближения. Следует отметить, что здесь нельзя сказать, что мы попадем в глобальный минимум нашего функционала. То есть метод Бройдена, он говорит о том, что мы можем найти локальные минимумы. Но в любом случае это достаточно хорошо, потому что если наши параметры известны с малой точностью, то, в принципе, найденное приближение, если у нас решение будет лучше соответствовать экспериментальным данным, то это уже очень-очень хорошо. Таким образом… Разрешите, здесь тоже вопрос. Вот смотрите, здесь, а может, на предыдущий слайд. Лябзе – это же вектор параметров. Получается, что у нас возможно множественные решения. Вот то, что вы говорили, что зависит от начальных условий, как раз с этим и связано. Возвращение всего. Понятно, что если будет один глобальный минимум, то, наверное, мы все-таки найдем независимый от начальных условий. Вопрос такой. Можно ли здесь на выходе получить набор параметров, которые более-менее одинаково… Набор наборов параметров, которые более-менее одинаково минимизируют эти функционалы. Это функционал. То есть набор наборов, имеете в виду, что, допустим, один набор параметров, потом другой набор параметров, и примерно одно и то же получится, да? Да. Ну, в принципе, здесь, наверное, я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Действительно, у нас получается, что в зависимости от начального приближения мы можем найти разные локальные минимумы. То есть действительно будут разные приближения. То есть, ну, здесь надо пытаться исследовать, то есть смотреть разные начальные приближения, возможно, разные наборы параметров. А вы как делали? Ну, то есть тут зачастую было, что взяли один набор параметров, посмотрели, сходятся, не сходятся. Потом было такое, что, допустим, некоторые параметры оптимизировали, потом взяли другой набор параметров, стали их оптимизировать. То есть, ну, это был такой вот творческий процесс. Когда вот приходилось много достаточно проводить численных исследований. Понятно, творческий подход. Да, хорошо, да, спасибо. Ну, к сожалению, вот так получается, что вот приходится вот так делать. Так, значит, здесь у меня выписано положение на защиту. И, собственно, по тому, что я сейчас рассказала, был сформулирован единый подход к численному исследованию чувствительности по параметрам и решению задачи уточнения коэффициентов модели по экспериментальным данным на основе решения системы вариаций. На основе, ну, все вот эти вот методы, численные методы, про которые я рассказала, на их основе был реализован большой программный комплекс на языке СИ. Так, теперь, собственно, перейдем к исследованию математических моделей. В работе исследовалось две математические модели свертывания крови. Сначала я расскажу про первую модель. Эта модель учитывает мембранные реакции. В данном случае считается, что все мембранные реакции, это связано с тромбоцитарными мембранами. Значит, математическая модель включает 44 обыкновенных дифференциальных уравнения и около 70 химических констант. Ну, опять же, здесь на схеме приведены различные, приведена схема химических реакций. Однако здесь не приведено, какие из реакций происходят на мембранах, а какие только в плазме крови. Значит, данная математическая модель была сделана как комбинация двух других математических моделей. То есть, вот эта вот первая модель, она описывала каскад реакции активации факторов свертывания крови, учитывала мембранные реакции. Вторая математическая модель подробно описывала процесс полимеризации фибрина. Значит, какие в модели были переменные? Ну, во-первых, весь процесс свертывания крови запускается тканевым фактором. Вот эти вот факторы у нас присутствовали и в плазме крови, и на мембране. Вот эти факторы, они существуют только в плазме крови. Далее, здесь были учтены комплексы внутренняя и внешняя теназа. Также вот это вот у нас тромбоциты и активированные тромбоциты, а также ингибиторы. Ингибиторы – это вещества, которые замедляют химические реакции. Также модель описывала изменение концентрации ольгомеров различной длины и фибрин-полимер. На схеме здесь про ольгомеры и фибрин-полимер ничего не сказано, но, в принципе, для дальнейшего понимания это не сильно важно в данном случае. Собственно, вот здесь выписано уравнение для тромбина. Тромбин, вот он на схеме, он как раз является активатором расщепления фибриногена для фибрина. Тромбин активируется 10-м фактором, и тромбин инактивируется ангибитором АТ-3. Тромбин на мембране, он будет активироваться комплексом 10-го и 5-го фактора. Здесь вот я могу сразу сказать, что индекс А – это имеется в виду активная форма, а индекс М – имеется в виду мембранная форма. Также следует сказать, что в нашей модели не присутствовал протеин С, вот он, так и считалось, что остальные ингибиторы играют большее значение, и в изначальной модели не присутствовал 11-й фактор. Значит, вот здесь вот выписаны формулы для активации тромбоцитов. То есть у нас тромбоциты активируются под действием других активированных тромбоцитов и под действием тромбина. Чтобы проверить, насколько вообще у нас хорошее получается решение, мы делали сравнение с экспериментальными данными. Естественно, оптимально было бы приводить сравнение с экспериментальными данными по всем переменным, которые у нас включены в модель, но далеко не для всех есть хорошие экспериментальные данные, поэтому на данном этапе было выбрано, что сравнение будет проходить по тромбину. Здесь вот представлен график тромбина от времени. Собственно, вот он был сделан для искусственной системы. И внизу представлена ссылка на экспериментальные данные. Собственно, посмотрим на результаты расчетов. Вот у нас зеленая линия – это экспериментальные данные, а красная линия – это у нас результат работы, решение нашей системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Причем вот здесь считается, что красная линия – это суммарная концентрация тромбина и тромбина на мембране. Вот можно увидеть, что, в принципе, здесь есть достаточно хорошее соответствие по лак-периоду, по ширине нашего пика. Однако у данной модели есть один существенный недостаток. Считается, что в изначальной модели, то, что пошло еще от моделей, которые от вот этой вот модели, считалось, что в системе присутствует ненулевая начальная концентрация тромбина. Это является нефизиологичным. То есть, если у нас тромбин присутствует в системе, это говорит о том, что он начинает постоянно воздействовать на агены, получается, что у нас кровь будет сворачиваться. Почему вообще возник такой недостаток? Было проведено исследование, оно не описывается в моей диссертации, то есть это не мое исследование, а о том, что в системе присутствуют медленные устойчивые траектории для тромбина. Таким образом, чтобы уйти с этих медленных устойчивых траекторий, нам надо либо взять ненулевую начальную концентрацию тромбина, то есть сделать вот это вот нефизиологичное предположение, либо есть другой вариант. Можно добавить в нашу систему уравнение для 11-го фактора. Анна, а можно этот вопрос, пока вы к 11-му перешли? Может быть, глупо, извините, но вот все-таки непонятно. Вы говорите, что вы взяли вот эту модель из Индии, да, товарищ, наверное? Да. И там начальная концентрация тромбина была ненулевой, и это нефизиологично. И это понятно, что это нефизиологично. А зачем же тогда брать такую странную модель, если есть другие модели, которые более физиологичны, где начальная концентрация тромбина нулевая? Например, та же модель, которую вы цитировали, где там первый автор Беляев, но я не говорю, там начальная концентрация тромбина нулевая. Ну, скажем так, здесь, в принципе, я так понимаю, как суть этой модели, что вот хотели описать, что там достаточно, во-первых, подробно, во-вторых, они хотели описать именно вот действия реакции, мембранные реакции. Кроме того, я бы могла объяснить вот эту вот ненулевую начальную концентрацию тромбина, как, что мы берем, что вот наша система, она начинает работать не с начального момента времени, а вот там вот, скажем так, там, не знаю, с 10 секунд. То есть это тот момент, когда у нас уже система вот запустилась, то есть самый-самый вот на момент запуска системы модель не описывала. Вот. То есть там, в принципе, в изначальной модели присутствовали, у всех факторов присутствовали ненулевые начальные концентрации, у активных факторов. Вот. Но было проверено, что вот все, кроме тромбина, их можно спокойно занулять, а вот для тромбина вот было, вот на основе исследования самой вот системы уравнений, было проверено, что ее занулить не получится, поэтому мы стали усовершенствовать модель. А сами авторы, то есть статьи, ну, может быть, мы в дискуссии, но все-таки раз я спросил, сами авторы, то есть статьи, они обосновывали ненулевую констерстамины чем-то. Ну, например, что у человека уже тромбоз потекает или что-то еще. Или вот они эту модель дали, вот такие начальные условия, и ничего не обсуждали. Вы не помните? Вот честно, не помню. Просто странно, действительно странно, потому что, как вы говорите, мы стартовали с той модели, но вот она не физиологична, поэтому мы стараемся что-то тут делать. Вот, а понятно, что этих моделей все-таки не в крови, ну, не миллион, но 10 штук, наверное, точно есть в мире. И довольно детальных, и них тоже довольно много. Те же модели Манны, Хинкера. Вот, поэтому, вот вы даже статью процитировали, там, из-за ревалью, генитик-моделлинг. Да, то есть они, собственно говоря, там и обсуждают различные модели, вот, другие даже, да, довольно детальные. Вот, поэтому вот пока что я не очень, ну, как бы, логику исследования как бы не уловил. Вот. Ну, ладно, давайте, может быть, в конце еще ответить. Очевидно. Ну, хорошо, давайте, да, продолжим. То есть у нас, сейчас, в принципе, я расскажу как раз про роль 11 фактора, вот, и у нас, ну, про то, что у нас в итоге получилось. Значит, мы вводим реакции, связанные с 11 фактором. Здесь вот у нас 11 фактор, он активирует 9 фактор, а сам он активируется под действием тромбина. Вот эти вот положительные обратные связи, они как раз дают то, что у нас появляются неустойчивые в траектории, и система начинает запускаться. Вот, значит, здесь вот приведены результаты расчета. Зеленая линия – это экспериментальные данные, а красная линия – это суммарная концентрация тромбина и тромбина на мембране. Собственно, можно здесь видеть, что лак-период здесь достаточно хорошо совпадает, однако у нас получается очень высокий узкий пик, что дает качественное соответствие, но количественного соответствия здесь нет. Чтобы, ну, опять же, мы пытались добиться какого-то более хорошего соответствия с помощью уточнения параметров, однако вот какого-то идеального соответствия добиться не удалось, вот единственное, что удалось добиться – это вот этого. Сильно большой лак-период. Далее мы стали дальше усовершенствовать модель и добавили реакции выделения пятого фактора из тромбоцитов при их активации. То есть, когда у нас тромбоциты активируются под действием тромбина, у нас начинает выделяться пятый фактор, причем он выделяется в некоторой промежуточной форме. Чтобы не вводить лишние уравнения, было принято, что вот эта промежуточная форма – это как смесь пятого фактора активного и неактивного в некоторой пропорции. Было численно проверено, что экспериментам соответствует, когда у нас не меньше половины пятого фактора выделяется именно в активной форме. Скажите, а в предыдущей модели вот этого не было, да, выделения пятого фактора? Нет, в предыдущей не было, да. Это то, что вот еще одно усовершенствование. Просто в какой-то из статей, по-моему, Пантелеева шестого года, я видел выделение пятого фактора как раз в равных пропорциях. Потом, может быть, это пропало. Это, собственно, как раз было, да, от Пантелеева, то есть это была его мысль о том, что сюда надо именно вот эти вот формулы, что вот эти реакции надо добавить. Вот, и, собственно, вот были добавлены. Ну, понятно, значит, пропало, а потом вернулось. Спасибо, да? Ну, да. То есть здесь, да, вот учтены вот эти вот старые результаты. Значит, ну, какие у нас получились результаты? То есть при добавлении... Ну, у нас хорошо совпадает лаг-период, у нас хорошо совпадает ширина пика, у нас, в принципе, хорошо совпадает амплитуда. Вот, таким образом, вот наша модель была усовершенствована в такой степени, чтобы она достаточно хорошо соответствовала экспериментальным данным. Вот, теперь у нас... А вот тут еще тогда вопрос, значит, вот это сравнение. Ну, я просто, чтобы на потом, да, и не оставлять. Вот вы сравниваете с этими данными, ну, вот это статьи Химкера, да, зеленая, так понимаю? Вот. Это же при каких-то одних условиях эксперимент, или это один из экспериментов, с каким-то вы сравнивали? То есть вы сравнивали только с этой одной зеленой кривой? Да, в данном случае мы сравнивали, да, вот именно с вот этим вот экспериментом, с той статьей, которую там я приводила. Вот у них же там, насколько я помню, в статье там серия, серия экспериментов, там, с разными, может быть, концентрациями фосфолипидов, наверняка разный фактор, может быть, они добавляли туда ингибиторы тромбина, какой-нибудь дебегатран там, или еще что-то. То есть вы этого не делали, да, вы взяли только одну кривую? Ну, пока да, потому что, на самом деле, как бы, если сравнивать еще с другими экспериментами, действительно очень логично делать, но это, скажем так, сильно усложняет задачу оптимизации параметров, например. То есть это, ну, следующая задача, которую тоже надо делать, то есть сравнивать с другими, там, начальными условиями, там, сравнивать с другими, допустим, проводить сравнение не только по тромбину, а каким-то другим факторам. Ну, понятно, да, это расширяется, но в один делать. Ну, пока, да, пока этого нет. Спасибо. Так, собственно, ну, опять, положение, выносимое на защиту, соответствующее тому, что я рассказала, разработана точная математическая модель системы свертывания крови с учетом мембранных реакций, петель положительной обратной связи тромбина и фактора свертывания 11, освобождение фактора 5 из тромбоцитов при их активации. Далее, есть такая гипотеза о том, что состав липидной мембраны слабо влияет на функционирование системы свертывания крови. Ну, состав липидной мембраны, он в течение жизни человека достаточно сильно меняется, то есть он может там зависеть от возраста, от состояния здоровья человека, от питания. Вот, и хотелось бы проверить, насколько вообще состав липидной мембраны может влиять или не влиять на систему свертывания крови. Состав липидной мембраны, он связан с числами сайтов связывания для тромбоцитов. Поэтому для того, чтобы проверить гипотезу, была проверена чувствительность решения нашей системы к числам сайтов и к константам скоростей. Значит, ну, собственно, посмотрим сначала на характерные времена системы, вот здесь вот у нас приведены графики концентраций различных переменных, и они отнормированы на максимальную величину. То есть здесь можно сказать, что у нас первое характерное время – это 100 секунд, это время активации тромбоцитов, следующее характерное время – это 250 секунд максимум скорости роста концентрации пятого фактора, это вот у нас синяя линия, 300 секунд – это начало производства тромбина, это вот красная линия тромбин, 400 секунд – это максимум тромбина, и 500 секунд – это окончание перехода фибриногена в фибрин, собственно, это у нас фиолетовая линия. То есть таким образом мы можем понять, что у нас все основные процессы, они у нас будут проходить в течение первых 500 секунд, и именно в течение вот этого времени нас интересует чувствительность. Сейчас, тут еще один вопрос, разрешите. Вот правильно ли я понимаю, ну, тут даже два вопроса, вот синяя кривая, где пятый фактор, вначале небольшое плато, а потом рост. Вот этот плато порядка 0,1, наверное, непонятных единиц, без размеров, это как раз выброс пятого тромбоцитов, или что это? Да, 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 это вот как раз ему соответствует, да. А, это не есть. Ага, понял. И второй вопрос, вот зеленая, ой, красная кривая – это тромбин, а фиолетовая – это феврин, да? Ну, да, это, скажем так, это вот суммарно все, что вот есть по феврину, то есть на самом деле там система, она более расширенная, то есть там феврин, олигомеры феврина, там феврин, полимер, ну, вот они здесь, взята вот их суммарная концентрация, просто потому что то, что происходит дальше, оно уже никак не связано с нашими факторами свертывания крови, вот, то есть это уже отдельный процесс. Это суммарная концентрация всех олигомеров феврина. Правильно? Фиолетовая кривая. То есть это все то, что сделал тромбин из февриногена. Да. Вот, а тогда вот я не очень понимаю, я просто только вчера рассказывал студентам про тромбин и феврин, и вот я помню, что достаточно 5 наномолей тромбина, чтобы весь февриноген привезти в феврин. Ага. То есть тогда вот эта фиолетовая кривая должна была бы быть смещена влево, а здесь у вас получается, что весь феврин производится тогда, когда тромбина максимум. То есть у него здесь какие-то константы другие, слабые, маленькая скорость получения феврина. Ага. Либо что-то еще. В общем, не очень понятно. Ага. Я понимаю, что может быть путано, но, в общем, феврин обычно получается, когда тромбина еще очень мало. То есть более резко должно быть, я правильно понимаю? На 300, вот в этот момент, да, где 300 секунд у вас стоит, вот, там, судя по тому, что я знаю из этой системы, вот феврин уже весь должен получиться. А у вас он получается сильно медленнее. Вот. Поэтому я спрашиваю, может быть, это наоборот только первый феврин, который не полимеризовался, а дальше у вас медленная полимеризация идет. Но, но вот вы говорите, что нет, это суммарный феврин. Не, ну как бы, если бы здесь был феврин, который еще не полимеризовался, он же потом, ну вот, когда полимеризация происходит, был бы спад, правильно? Правильно, да, да, точно. Спада нет, то есть здесь именно, вот что именно суммарная концентрация. Да, 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 вы правы, да. В общем, ну. Как-то может быть по-другому. Ну, ладно, да, это вряд ли мы сейчас ответим, но вот что-то, что-то здесь меня смущает. Хорошо, спасибо. Да, давайте дальше. Да. Ну, собственно, да. Я, может, пропустила. Вот эти времена, вы сказали, это результаты расчетов, да? Да. И совпадают ли, здесь два у меня вопроса, совпадают ли с экспериментальными данными и есть ли в принципе какие-то данные по временам вот этих стадий? Можно ли сказать? Ну, как я уже говорила, что основное сравнение у нас было именно по тромбину. То есть для тромбина действительно все совпадает. Про остальные я, к сожалению, сейчас, наверное, не отвечу. То есть здесь, ну, про вот эти характерные времена я говорила в основном, чтобы сказать о том, что вот именно на этом промежутке мы будем смотреть анализ чувствительности. Ну, в принципе, такие данные, по крайней мере, по тромбину есть точно. Да, по тромбину тоже есть. Я думаю, что по остальным тоже должно быть что-то. Я сейчас просто не отвечу, где они. Есть, есть, есть. Есть статья по Мухимкеру, где он мерил все факторы довольно давно. А что и... По временам? Да, 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 вот кинетические кривые прямо для всех. Это и есть, да. Спасибо. Так, ну, собственно, перейдем к результату эксперимента. Вот у нас здесь представлены функции чувствительности для некоторого класса констант. То есть мы смотрели чувствительность теназного комплекса, вот этого теназного комплекса, к константам скоростей, связанным с пятым фактором. Ну, почему мы брали именно константы скоростей, связанных с пятым фактором? Потому что, ну, вот как было проверено, что как раз, чтобы у нас было количественное соответствие, у нас нужно учитывать выделение пятого фактора из тромбоцитов. То есть пятый фактор, он важен. Собственно, вот у нас получается... Да. Вы сказали чувствительность комплекса. То есть не всей модели из 40 уравнений, а только части. Нет, смотрите, то есть здесь на самом деле строится, вот, ну, решается система в вариациях, получается чувствительность для каждой переменной модели, вот, но понятно, что я не смогу нарисовать там 46 картинок, ну, это будет... То есть выбираем... Да, иллюстративно выбираем вот именно вот этот вот комплекс, потому что от него достаточно много что зависит. Вот он у нас включает, допустим, девятый активированный фактор, который у нас как раз зависит от одиннадцатого фактора. Вот, то есть тоже то, что было в нашем исследовании. Поэтому мы выбираем вот именно этот комплекс и на его основе иллюстрируем результаты. Вот, на самом деле, то есть в ходе исследования смотрелись чувствительности для разных переменных моделей. Значит, вот здесь вот у нас получается, что функция чувствительности по модулю порядка шести. Значит, есть следующая группа констант. Тоже это константы, связанные с пятым фактором. Прошу прощения, можно здесь я снова вас приду? Вы говорили функция чувствительности. Чем больше, тем чувствительнее к этому параметру. По модулю или... По модулю, да? Да, по модулю. Вот, значит, здесь мы видим, что уже чувствительность на порядок меньше. И, наконец, есть третья группа констант. Это у нас константы, это у нас числа сайтов связывания. И здесь мы видим, что чувствительность еще на несколько порядков меньше. То есть для остальных факторов... Для остальных... Ну, тут вот есть чувствительность к чистым сайтов связывания для девятого фактора, девятого активированного, десятого и для тромбина. Для остальных модуль функции чувствительности будет еще меньше. То есть таким образом у нас получается, что чувствительность к чистым сайтов на порядке меньше, чем к константам скоростей, связанных с пятым фактором. Анна, разрешите этот вопрос. Довольно сложный, на самом деле. В зависимости... Вот могли бы вы... Ну, вернуться, например, к первой картинке. Значит, здесь по оси Х время, по оси И функции чувствительности. Да. Вот что происходит в начале от нуля до 120 секунд? Почему там ничего нет? А там у нас получается, что еще комплекс не наработан, соответственно, ничего нет. Но эти концентрации, она не нулевая всегда. Сейчас, комплекс вот этого? Да. Да нет, он же у нас мембранный комплекс. То есть в начале его нету. Да, при Т равняется нуле, его нету. А потом вы решаете задачу, вы активируете здесь чем? Тканевым фактором, правильно? Да. Тут вы, наверное, все уравнения в институте не привели, да? Нет у вас уравнений. К сожалению, нету, да. Да, но в любом случае, давайте мы на эту систему посмотрим. Вот, значит, все эти факторы, которые здесь, ну, например, активные, 11, 9 и так далее, да, 7, они описаны, в большом случае, обыкновенными дефицитационными уравнениями. Начальная концентрация всех факторов, которые здесь по центру, 11, 9, нулевая. Начальная концентрация 7-го активированного, не нулевая. Таким образом, вначале вы вносите в систему тканевый фактор. У вас довольно быстро получается вот этот комплекс 7А тканевый фактор. И потом, ну, за какое-то небольшое время получается 9-е активирование. И все это описывается монотонными уравнениями. Да, у вас нету нигде в системе никаких включений, выключений, там, функций хила, задержек и так далее. Поэтому, с этой точки зрения, в любой момент в времени больше нуля, концентрация любого из активных факторов в системе должна быть строго больше нуля. Ну, смотрите, у нас же там есть еще ингибирование, то есть, когда у нас совсем мало факторов, он очень быстро ингибируется. То есть, все ингибирование, это члены, линейные члены стока. Да, и вблизи нулевых концентраций любого фактора, они влияют сильно меньше, чем члены производства этих факторов. То есть, если мы возьмем какой-нибудь там 9-е активированное, например, ну, я не говорю, что он даже про то, что мало ингибируется, не всех остальных, но все равно. Вот он получается с какой-то скоростью красная стрелочка, вот эта длинная жирная, и ингибируется с какой-то скоростью показан черной стрелкой. На начальных моментах, когда концентрация 9-го активированного возрастает от нуля в плюс, склад черной стрелочки сильно меньше вклада красной стрелочки. поэтому ингибиторы, но это на самом деле известно давно, ингибиторы мало влияют на начальных временах. Вот. По крайней мере, качественно не влияют. Вот. Поэтому вот исходя из этой логики, вот все эти чрезвычайности, они должны быть, ну, какими-то не нулевыми, начиная с довольно ранних времен. Ну, может быть, сразу больше нуля. На первом шаге интерьер по времени. Вот. Вот у вас, скажем, вот эта картинка, которая здесь показана слева, вот там, там же что-то происходит, вот, до до ты равняешься там 50 секунд. Правильно? Угу. Там, если приблизить, то все концентрации, они, ну, здесь их не видно на этой картинке. Понятно, вот они там маленькие. Но если вы зум сделаете, то все они не нулевые. Ну, на самом деле, сколько я помню, там вот по модели получалось, что были такие моменты, как вот какой-то минимальный всплеск в нуле, допустим, дальше падение в ноль, то есть где-то вот что-то такое. А так как у нас здесь получается, что это даже мембранные формы, то есть все на мембране, то есть оно же еще позже получается, то есть у мембранных форм у всех изначальная концентрация совсем нулевые, вот. То есть я так понимаю, что здесь получается, что они не успевают туда еще перейти на мембраны, вот эти вот и образоваться вот именно там этот комплекс. Судя по модели, вот так вот. Так, но с другой стороны, даже есть концентрация близких нулю, пускай они там какие-то маленькие, но когда вы рассчитываете костюм чувствительности, вы же нормируете на концентрацию, у вас логариф получается, да? Ну да, да, естественно, ну то есть тут как бы бралось, что вот там, где у нас считаются нулевые концентрации, бралось, что функция чувствительности нулевая, чтобы там так как, ну как бы в принципе логично предположить, что если ничего нет, то наверное там считается, что функция чувствительности ноль. Ну а потом получается резкий всплеск ну да, ну то есть вот это вот это как бы да, вот у нас получается, что по сути вот чувствительность, когда вот у нас вот это вот вещество образовалось в системе, у нас получается, что вот мы теперь считаем функцию чувствительности. Ну вот то есть если вот это вот руками было задано, что это вот считается нулевым, потому что если комплекса нет, значит как бы чувствительности нет. А, руками, то есть вы это специально обнулили? Ну да, то есть тут просто иначе получается, что как бы деление на ноль, ну наверное на ноль делить нехорошо. А без вот этого обнуления руками какие были картинки здесь? А... там наны по-моему получали все в программе, то есть там деление на ноль выходило. То есть иначе получается, что картинка не рисуется, то есть она вот именно вот здесь вот у нас возникает вот эти вот вот это вот вещество возникает, значит вот здесь вот у нас получается считать функцию чувствительности. Посмотрите, какой вопрос. что вы нам описали вот уравнение, потом методы, да, как это рассчитывалось. И здесь получается вот есть вот это вот обрезание руками, но я просто к сожалению не дошел до текста диссертации, там вы описываете вот эти моменты, что обрезали. Вот нет, к сожалению это не описываю, то есть это была еще прям совсем старые работы, когда это вот изначально делалось, то есть когда еще там еще в районе моей бакалаврской работы, вот, тогда я еще не подумала, что вот такие вот технические подробности надо описывать, а сейчас как-то тоже уже так много времени прошло, тоже не подумала, что вот это надо бы описать. Понятно, ну ладно, в общем я понял, что это обрезание руками, что это по крайней мере из уравнения. Потому что я не могу понять, как монотонные системы к такому приводят. Ну я поняла ваш вопрос, да, действительно он очень логичный, просто я действительно сама забыла, что вот может быть такое вот непонимание здесь. Хорошо, да, спасибо, продолжите, пожалуйста. Так, значит, ну таким образом у нас получилось, что чувствительность к числам сайтов намного меньше, чем чувствительность к константам, связанным с пятым фактором. Таким образом, значит, следующее положение на защиту. На основе исследования свойств математической модели численно подтверждена гипотеза о слабом влиянии состава липидной мембраны на функционирование системы свертывания крови. Теперь перейдем к последней части исследования. Это у нас исследование еще одной математической модели. это достаточно сильно редуцированная модель. Она не включает мембранные реакции. Здесь у нас включаются тканевый фактор, седьмой фактор, комплексы, их комплексы. Одиннадцатый фактор, девятый фактор, десятый протеин С в качестве ингибитора, восьмой фактор, пятый фактор, трамбин и образование фибрина из фибриногена. Также включается ингибитор TFPI в постоянной концентрации. На основе этой модели были проведены следующие исследования. Во-первых, была проверена жесткость системы, была проверена устойчивость траектории системы, чувствительность по параметрам и способы активации системы. Так как время доклада ограничено, то я расскажу именно про чувствительность по параметрам, про остальные результаты остальных исследований я упомяну, но подробно рассказывать не буду. анализ чувствительности другой. Это не тот, который я описывала в начале доклада. Здесь смотрелся просто отклик нашей системы на изменение какого-то параметра. Мы руками меняли параметр системы или, допустим, начальную концентрацию и смотрели, какое будет решение. В принципе, цель этой работы состоит в том, что выбор целей и путей воздействия лекарств на систему свертывания крови для лечения различных заболеваний является достаточно важным вопросом. В данном случае смотрелось, моделировалось действие различных лекарств, которые применимы для лечения тромбозов и смотрелось изменение эндогенного тромбинного потенциала, то есть, по сути, это у нас площадь под графиком тромбина, которая соответствует всему количеству тромбина, который у нас образовывал в системе, и лак-период тромбина. Значит, у нас талонное значение, это, соответственно, вот у нас значение лак-периода в минутах и значение эндогенного тромбинного потенциала. Значит, вот это вот у нас изменение константы инактивации десятого активированного фактора, это у нас соответствует действию гепарина, то есть, можно видеть, что у нас очень сильно вырастает лак-период, и у нас очень сильно уменьшается эндогенный тромбинный потенциал, то есть, по сути, у нас получается практически полное подавление системы свертывания. Дальше можно смотреть, что некоторые изменения некоторых параметров, таких как скорость инактивации девятого и одиннадцатого фактора, у нас практически ни на что не влияет. Увеличение количества протеина Си в системе влияет на эндогенный тромбиновый потенциал, но практически не влияет на лак-период. А вот, допустим, уменьшение начальной концентрации седьмого активированного фактора, оно, наоборот, увеличивает лак-период, но не влияет на эндогенный тромбиновый потенциал. Таким образом, исходя из вот этого исследования, у нас была показана принципиальная возможность исследования системы для проектирования препаратов селективного действия. То есть, у нас получается, что, меняя значение различных параметров или начальной концентрации веществ, мы можем влиять на характер решения системы, то есть, соответственно, можем отдельно изменять только лак-период, можем отдельно изменять только эндогенный тромбиновый потенциал, можем отдельно изменять какие-то другие характеристики, можем изменять их в комплексе. Значит, Анна, разрешите, здесь тоже вопрос. Во-первых, вот на этом графике у вас по оси опечатка по оси Х ЭТП у вас написано наномоль умножить на минуту. Вот, моль это количество вещества, а должна быть концентрация, то есть, это наномоль на литр, наверное. А, ну да, 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 ну, просто как оно в литературе чаще всего там пишется, что просто вот наномоль, да, ну, естественно, да, наномоль на литр. Не, но это есть кто-то как бы сделал одну ошибку, это не значит, что ее надо повторять. Ну, хорошо, логично. В данном случае, вот, и вопрос на самом деле такой вот, зачем здесь использовать редуцированную модель для анализа чувствительности, если у вас есть более точная большая модель? Ну, здесь как бы это два разных исследования, то есть, для различных целей, вот это вот редуцирование, редуцированная модель, то есть, следующий этап, ну, который сейчас проводится, собственно, построение пространственно распределенной модели, а для пространственно распределенной там важно, чтобы вот в изначальной точечной модели было как можно меньше уравнений, потому что иначе у нас система будет очень сильно расти в случае пространственно распределенной. Вот, то есть, пока что у нас только точечные, но потом вот будет, думаю, исследование для более подробной модели. Понятно, да, спасибо. А у меня еще вопрос. При построении редуцированной модели вы как-то использовали результаты анализа чувствительности более большой модели? Это не моя модель, то есть это не наша, это то, что предоставил Михаил Александрович Пантелеев. То есть эта модель, в общем-то, она не сильно связана, вообще не связана с первой моделью. Да, она никак не связана, то есть это абсолютно другая работа. Ну, как бы попросили провести вот это исследование, было такое вот проведено исследование. Вот именно по вот этой модели, то есть там другие задачи, другие цели. То есть как-то с результатами предыдущей вот анализа модели вы никак не сопоставляли, их не использовали. Это две разные работы, да? Да, это две разные работы. Спасибо. Так, ну, значит, какие еще были полученные результаты? Было численно проверено, что у нас система обыкновенных дифференциальных уравнений является жесткой, что у нас присутствуют неустойчивые траектории. Дальше, что у нас было проведено исследование различных путей активации. И что... Тоже, разрешите вопрос, вот вы не рассказывали про эти неустойчивые траектории, но вот все-таки могли бы пояснить, что это такое? Что такое неустойчивая траектория в данном случае? Сейчас, можно я тогда... Неустойчивые траектории – это там, где у нас... То, что у нас соответствует... То есть мы исследовали спектр матрицы и Коби, и если у нас есть положительные собственные числа, то у нас, получается, они соответствуют неустойчивым траекториям. Ну, собственно, вот было проверено, что, допустим... Сейчас, один момент. Вот, допустим, вот в момент, когда у нас достигается максимальная концентрация тромбина, у нас оказывается, что есть неустойчивое... Вот это вот положительное собственное число, то есть есть неустойчивые траектории. А чему оно соответствует? Чисел тут много, и, наверное, у каждого из них есть какой-то компонент, который... Ну, или направление, вдоль которого это число работает. Угу. Что это такое на, ну, не знаю, в биохимическом уровне, скажем так, или физическом? Ну, вот на этот вопрос я, к сожалению, не отвечу, то есть здесь больше смотрели именно о том, что действительно система жесткая, то есть, ну, вот как-то пытались поисследовать именно характеристику самой системы, то есть именно как системы обыкновенных дифференциальных уравнений, а вот с биохимическими смыслами я, к сожалению, не отвечу. Непонятно, да, здесь. А потом в конце ведь у нас все равно система сказывается в конечных состояниях, где, которое очевидно устойчиво, да, и там все лямбды меньше нуля. То есть получается там... Ну, там мы не проверяли, честно говоря, ну, по идее, да, так должно быть. Да. То есть, в принципе, можно было бы построить график в зависимости всех лямбд от времени, получается, и посмотреть. Ну, да, при желании можно, да. Да, да, да. Хорошо, да, спасибо, я понял. Так, ну, еще один... Спасибо, что лямбд больше нуля. Так, значит, еще один вывод, который был сделан, то, что вот у нас вот эта система, она может активироваться, ну, как обычно активируется тканевым фактором, может активироваться под действием добавления 11-го активированного фактора. Это соответствует тромбозам в постинфарктном состоянии. Вот. Было проверено численно, что вот эта модель, она соответствует... Ну, для случая активации 11-м активированным фактором у нас тоже будет соответствие экспериментальным данным. Также было проверено, что для случая гемофилии А, гемофилия А, это когда у нас недостаток 8-го фактора, тоже модель будет работать. И адекватно описывать случай гемофилии. Так, ну, собственно, по результатам моей диссертации было написано и публиковано 4 статьи в рецензируемых научных изданиях. Я участвовала в большом количестве конференций, здесь даже не все выписаны. и работа финансировалась грантом ШФУПИ. Все. Большое спасибо. Я закончила доклад. Большое спасибо вам, Анна, за доклад. У нас были вопросы по ходу доклада, тем не менее, я спрошу еще раз, пожалуйста, есть ли вопросы к докладчику. Пока наши слушатели думают про вопросы, я бы хотела у вас спросить. Действительно, это очень интересная тема, про анализ чувствительности очень актуальна, и всегда это в тех приложениях, где мы работаем, очень часто это необходимая задача. Буквально сейчас мы решаем, тоже определяем чувствительность модели, на этот раз распространение вируса. И у меня к вам такой вопрос, Анна. Вы говорили, что у вас есть программный комплекс, вы разработали по ходу работы на диссертации, в котором, собственно, и делаете анализ чувствительности первой модели. Правильно я поняла? Вот отсюда вопрос, можно ли с ним работать, как работать, и программный комплекс в Qualcomm Media, есть ли у него пользовательский интерфейс, и можно ли в нем считать другие модели. Тоже ОДУ, но у нас к другому. Ну да, там, собственно, как написано программа на языке C. Ну, это, как бы, эта программа, по большей части, была для личного пользования, но она достаточно легко адаптируется для любых других систем обыкновенных дифференциальных уравнений. То есть, если вот это надо, то можно вот выделить ту часть, которая, как раз, связана с анализом чувствительности, то есть, вот оставить костяк программы и применить для любой другой системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Ну, естественно, там надо будет задавать, ну, там, собственно, у нас все системы обыкновенных дифференциальных уравнений, в том числе системы вариаций, решались методом CROSS. Там, естественно, надо будет прописать отдельно матрицу и коби, отдельно правую часть, но в остальном программа должна работать так же, как, ну, точно для любой другой системы. И для анализа чувствительности нужны еще экспериментальные данные? Для анализа чувствительности нет. Это именно для метода Бройдена нужны экспериментальные данные, чтобы оптимизировать параметры. Вот, анализ чувствительности, он строится чисто на самой системе. То есть, в принципе, если у нас есть система уравнений, мы можем обратиться к вам или попросить вашей помощи, чтобы вот этим методом, который вы излагаете в диссертации, проанализировать вот эту систему на параметры, которые... Хорошо, спасибо большое. Мне кажется, это очень интересно и актуально. Пожалуйста, есть ли еще вопросы по докладчику? Ну, вот у меня еще два вопроса осталось. Первый вопрос про то, что вы в конце говорили, про активацию факторов 11. То есть, вы сказали, что было два варианта активации, тканевым фактором и фактором 11. Да. И что первый вариант ссотисцует демостазу, а второй тромбозу. Могли бы вы пояснить вот этот момент? Ну, смотрите, то есть, ну, какое было исследование. Вот мы брали различные концентрации тканевого фактора и, собственно, смотрели за динамикой тромбина и за динамикой фибрина. Вот мы смотрели там финальную концентрацию фибрина, эндогенный тромбинный потенциал, лаг период, время достижения максимума тромбина, амплитуды тромбина и время полураспада фибриногена. Ну, собственно, мы смотрели, что при уменьшении концентрации тканевого фактора, кто уменьшается, кто увеличивается. Точно такое же было приведено исследование для 11-го активированного фактора. То есть, когда у нас, допустим, в систему не добавляется тканевый фактор, и мы смотрим, что у нас получается при различных начальных концентрациях 11-го активированного фактора. И еще было исследование для фиксированной начальной концентрации тканевого фактора в 5 наномоль и для различных концентраций 11-го активированного фактора. И мы все это сравнивали между собой и также смотрели для всех этих случаев о случае гемофилии. Вот тогда вот, все-таки, мой вопрос был такой вот, понятно, что тканевый фактор – это физиологический активатор системы свертывания. А вот 11-й фактор, откуда он здесь берется? Ну, это соответствует постинфарктному состоянию, то есть, когда вот в крови начинает циркулировать вот этот вот 11-й активированный фактор. Откуда он там циркулирует? Ну, вот на этот вопрос я, наверное, не отвечу, так как я не биолог, то есть, моя задача была по большей части именно исследовать вот эти вот случаи. Ну, вы сказали, что это как-то связано с тромбозом, правильно? Да, да, ну, вот это вот, да. Просто, если вы, ну, я хочу понять просто вот тромбоз, это значит, что, что имеется в виду, что есть какой-то системный уже тромбоз, наверное, да, в организме? Или что? Или предполагается, что, наоборот, в случае, когда растет там тромб отдельно, вот что здесь имеется в виду, какое и состояние системы, и место в организме моделируется? Ну, то есть, получается, что, ну, у человека произошел инфаркт, начинается вот это вот циркулировать 11-й активированный фактор, то есть, здесь интересует именно риск возникновения тромбов, то есть, то, что вот у нас при каких, при какой концентрации у нас начинается тромбообразование. А, повторное тромбообразование. Я понял. Так, и какие же выводы получаются вот из этих данных? Ну, здесь получается, что действительно у нас вот эти вот численные исследования, они соответствуют тому, что, они соответствуют экспериментальным данным, что у нас, ну, вот можно посмотреть на то, что у нас происходит. То есть, вот это вот, допустим, вот у нас графики для уменьшения тканевого фактора, то есть, чем меньше тканевого фактора, тем позже у нас запускается система свертывания крови. Вот, то есть, при достаточно больших концентрациях 11-го активированного фактора у нас высокий риск тромбозов, то есть, у нас достаточно быстро кровь начинает сворачиваться, но при маленьких концентрациях, то есть, чем меньше концентрация, тем больше требуется времени, соответственно, тем меньше риск тромбозов. То есть, это именно, скажем так, проверка адекватности модели, то есть, то, что действительно она может в этой модели работать и в случае тромбозов, и в случае гемофилии, и в случае нормы, вот, и она может применяться для дальнейших исследований, в том числе, когда вот у нас будет пространственно распределенная модель. То есть, это именно, это нельзя назвать каким-то таким вот новым результатом, то есть, это именно проверка того, что модель действительно хорошая. Ну, а что здесь было бы критерий того, что модель плохая? Ну, я думаю, что если бы она не моделировала тромбозы или гемофилию, то есть здесь важно, что и то, и другое можно в данном случае исследовать. Посмотрите, в данном случае, например, мы видим, что чем меньше концентрация 11-го активированного начального, тем позже мы видим пик, и тем он меньше. И, в принципе, это логично. Это можно было бы ожидать из уравнений. То есть вы, в принципе, это проверили, увидели. Но, наверное, можно предположить какую-то альтернативную гипотезу. Что мы тут должны видеть, чтобы сказать, а, нет, эта модель плохая, надо нам эту модель изменить как-то. кастанту изменить или что-то добавить. Вот что здесь было бы критерий того, что модель плохая? Ну, то есть мы здесь смотрели очень много разных критериев, да, для тканевого фактора, для фибрина. Я думаю, что, допустим, если бы у нас оказалось, что даже при очень маленьких концентрациях 11-го активированного у нас все равно бы все быстро сворачивалось, наверное, это было бы неправильно. Вот такие, допустим, варианты. То есть большой вклад 11-го? Ну, да. То есть тут, допустим, видно, что при маленьких концентрациях у нас достаточно, ну, все достаточно сильно медленнее происходит. То есть тут выписаны куски таблиц, которые у меня были, там они более расширенные, то есть там более масштабные исследования. А какая концентрация 11-го, вот, как бы нормально в вашей модели, та, которая достигается... А, все равно она сбавляется, да, тут не сравнить. Все равно достигается концентрация. Ну, ладно, по крайней мере, вы увидели, что слабо, что быстро уменьшается этот пик, да. А при совместной активации тканевым и 11-м, там можно посмотреть, что у вас получается? Да, сейчас покажу. Вот, то есть у нас получается, что, ну, соответственно, если у нас получается повреждение стенки сосуда, то, соответственно, у нас кровь сворачивается быстрее. Так как у нас, кроме тканевого фактора, там же присутствует еще и 11-й. Ну, то есть тут видно, что даже незначительное количество 11-го фактора очень сильно ускоряет рост тромба. Незначительное это, вы имеете в виду, 0,25. Ну, да, вот, допустим, вот можно здесь посмотреть, что даже вот оно и при достаточно большой концентрация, предостаточно мало, и все равно у нас тромб растет быстро. Ну, а нулевой тут вы, к сожалению, не показали. Он нулевая, да, была там с тканевым фактором, вот там, где у меня, Даня, действительно, может быть, надо было показать. Вот она, вот она была, нулевая для 11-го, вот она. Так, это фактор Та-пять тысячных, да, на той? А, сейчас, сейчас, да, вот, да, пять тысячных. Здесь там нужно зеленое. Да, 20 минут и 50 на моль. Да, вот оно зелененькое. Вот, а вот, вот. То есть он бы был где-то вот тут. Да, да, ну, только ниже, 50 на моль. А, понятно. Я бы построил, конечно, про мастерические зависимости, но то ладно. Хорошо. Так, а экспериментальных данных для этих расчетов нет, да? То есть непонятно с чем. Ну, здесь, как бы, они, да, здесь я их не перевела, потому что я, в принципе, не собиралась это рассказывать именно как основные результаты, то есть это, по большей части, именно проверка адекватности, оно есть в диссертации. То есть там упоминаются экспериментальные данные, вот, которые есть по этой тематике. Вот, но я, как бы, ну, это не является положением на защиту, то есть не является основным результатом работы. Понятно, да, то есть просто проверка адекватности модели. Да, да, то есть это пока еще, на самом деле, не опубликовано, то есть оно только будет опубликовано, вот эти вот, связанные с этим исследованиями, поэтому, собственно, защиту не вынесено. Ага. Понятно. И еще один вопрос, который у меня возник в самом начале. Вот скажите, вы вначале сказали, что ваша модель, помимо системы свертывания, которая здесь нарисована, там, первая модель, учитывала еще уравнение полимеризации фибрина. Да. Вот, да, вот вы можете что-то еще прокомментировать, потому что уравнение и никаких, мы не увидели никаких исследований этой части тоже. Да, здесь опять же... Пропал звук. Алло? Пропал звук. Да, да, вот сейчас. Ну, в общем, эти исследования, они были, они входили в мою магистрскую диссертацию, вот, поэтому я просто решила, что, наверное, нехорошо дублировать то, что уже было опубликовано, поэтому, вот, для данных исследований, вот, то есть я рассказываю про эту общую модель, но вот исследования, на которых вот, вот, сосредоточена вот моя вот теперешняя диссертация, она, ну, там вот нет именно вот исследований именно по процессу именно по премьеризации, то есть это более старые исследования, они уже были в другой работе, они там опубликованы в, там, полная система, она опубликована в одной из статей, то есть там, где вот впервые опубликовалась, это вот общая модель. То есть для тех исследований, которые есть сейчас, вот это вот, те уравнения, они не очень важные, к сожалению, вот, я удалила здесь те слайды, которые у меня были, потому что, опять же, можно было рассказать более продробно про премьеризацию фибрина, но это тоже время, вот, ну, так время доклада ограничено, я этого делать не стала. Ну, я просто про анализ численности, значит, вы делали анализ численности, но, наверное, таким параметром вы, параметром полимеризации вы что-то там смотрели? Нет, нет, ну, вот в этом конкретном исследовании нет. То есть просто некий довисок модели, который тоже решался, но, как бы, ничего. Да, то есть, ну, там были когда-то еще там совсем давние исследования именно по той модели, которая, вот, описывает именно полимеризацию фибрина, вот там был изначально вот этот вот метод анализа чувствительности, это тоже там была статья, вот, но здесь про это нету в этой работе. Понятно. Хорошо, спасибо. Все, у тебя больше вопросов нету. Все хорошо, да. Хорошо, спасибо, Алексей Александрович. Есть ли еще у кого-то из слушателей вопросы? Можно, пожалуйста, задать вопрос? Скажите, пожалуйста, вот вы проводили исследование, используя трамбин, как я понимаю, но правильно я поняла, что мы можем в исследовании использовать и другие какие-то компоненты? Да, естественно, то есть, в принципе, оптимально использовать их как можно больше. Ну, вот мы выбрали трамбин, так как для него есть достаточно достоверные экспериментальные данные, опять же, много экспериментальных данных по трамбину. Вот, ну, добавление в наше исследование еще каких-то экспериментальных данных, оно, конечно, усложняет работу, то есть, удлиняет расчеты, вот, но, то есть, на данный момент этого пока нет, но по возможности будет сделано, я очень надеюсь. Хорошо, спасибо. Есть ли еще вопросы к докладчику? Если вопросов нет, то, Анна, спасибо вам большое за доклад, мне лично было очень интересно, думаю, остальным нашим слушателям тоже, и ждем ваших дальнейших работ, в том числе, вы говорили, с пространственной организацией, с распределением по пространству, вот, модели свертываниями. Спасибо большое за доклад, и на этом мы завершаем наше сегодняшнее заседание. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания всем. До свидания. До свидания.